Мир глазами детей – программа для самых юных телезрителей. Теперь они говорят о профессиях. Ребята, здравствуйте! В этом выпуске нашей программы поговорим о профессии полицейский. Полицейские следят за порядком на улицах города. Их задача – не допускать хулиганства и преступления. При задержании нарушителя правопорядка полицейские помогают специально обученные служебные собаки и различная спецтехника. Полицейские охраняют наш покой и помогают людям, попавшим в беду. Чтобы стать полицейским, нужно быть умным, выносливым, смелым, а также обладать крепким здоровьем. Кроме того, полицейскими становятся люди ответственные, готовые во что бы то ни стало прийти на помощь. А сейчас о своей работе нам расскажет лейтенант отделения дознания Юлия Савченко. Юлия Витальевна и ее коллеги на работе проводят допрос граждан, свидетелей, потерпевших, подозреваемых в совершении какого-нибудь правонарушения. Потом принимают решение по дальнейшему расследованию уголовного дела. После того, как преступник найден. Полицейский это сотрудник силовых структур, уполномоченный государством охранять общественный порядок и всех граждан от каких-либо правонарушений. Ни одно важное мероприятие в городе, либо вообще не проходит без участия полицейского. То есть также мы на улицах города можем встретить сотрудников полиции, которые охраняют общественный порядок. Везде, где возможна угроза жизни, здоровья, либо вообще какая-то угроза от правонарушителей, естественно, сотрудник полиции придет всегда на помощь. Естественно, сотрудник полиции действует в рамках закона. Работа интересная, интересно же расследование уголовных дел, это непосредственно то, чем занимается наше отделение дознания. Интересно работать с гражданами, с людьми, это постоянное общение с новыми лицами. Первые в России подразделения, в котором работают Юлия Савченко и ее коллеги, были созданы в Санкт-Петербурге в 1866 году. До этого сыскные функции ложились на плечи следователей и всей полиции. Первым начальником уголовного сыска Петербурга был назначен титулярный советник Иван Путилин. В России же полиция появилась в 16 веке. Полицейские в крупных городах назывались «земские ярышки». Они одевались в одежду красного и зеленого цвета. Непосредственно полицию учредил царь Петр I в 1718 году в Санкт-Петербурге. Первоначально штат полиции состоял из 4 офицеров и 36 нижних чинов. Полиция имела возможность назначать наказание по уголовным делам самостоятельно. К тому же в 18 веке в обязанности полиции в России входило не только следить за порядком, но и выполнять ряд хозяйственных функций. Убирать мусор, озеленять парки, осушать болотистые места и еще многое другое. После февральской революции 1917 года в России царская полиция была ликвидирована. Полицию стали называть народной милицией. А с 1 марта 2011 года милицию вновь переименовали в полицию. Вот такая история. А сейчас о работе сотрудников правоохранительных органов расскажут ребята из детского сада «Теремок». К тому же мальчики и девочки нарисовали представителей этой профессии и автомобили, на которых они несут службу. Полицейские должны, чтобы охранять наш город от преступников. И когда полицейским помогает собака, кто плохо себя ведет. У полицейского черная машина с мигалками. Полицейским нужна форма, чтобы отличили его люди. На голове полицейского есть петяная шапка. Его называют фуражка. Не форма, значком, чтобы все знали, что это полицейский. Если сломался светофор, тогда посередине встает полицейский. И жезлом управляет, куда надо машинам. Он следит за порядком. И он следит, чтобы дети были пристегнуты и в кресле сидеть. Гости приходили, полицейские рассказывали нам правила дорожного движения. Нужно еще переходить дорогу, когда зеленый человечек нарисован. А когда красный, нужно стоять. Полицейским должен быть правым, сильным и умелым. Полицейские меняются. Полицейские, которые утром, они работают. А потом полицейские, которые утром были, они спят. А выходят в ночь, которые спали утром. И вот так они меняются, полицейские следят за городом, чтобы никаких опасностей не было. Музыка 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 Получить специальность и стать полицейским можно в школе милиции. Это специальное учебное заведение, где готовят рядовых сотрудников. Поступить туда можно после окончания обычной школы. Для того, чтобы занять в полиции серьезную руководящую должность, придется закончить институт, где будущие полицейские, помимо основной подготовки, получают знания о законодательстве. Профессия полицейского опасна, ведь порой он рискует своей жизнью, чтобы спасти других. Работа полицейским не дает возможности расслабляться, ведь у полицейских зачастую ненормированный рабочий день, командировки и внеплановое дежурство. Но в профессии полицейского есть много достоинств. Прежде всего, гордость за то, что ты несешь службу отечеству, сохраняешь покой людей. Помимо этого, в полицейских есть возможность карьерного роста и льготы на получение собственного жилья. Профессия полицейского захватывающая, трудная, но нужная, которая делает жизнь обычных граждан спокойной. Те, кто работают в полиции, как правило, молодые, крепкие, натренированные люди. Они занимаются спортом, умеют хорошо стрелять, ведь иметь дело им приходится с преступниками. В то же время сотрудники полиции должны быть умными и справедливыми, чтобы не наказать невиновных. Вот с такой интересной и в то же время сложной профессией мы сегодня с вами познакомились. На этом я с вами прощаюсь. Видимся вновь через неделю на телеканале Вектор. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok